Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин antelife.com.e Меня зовут Александр. Сегодня хочу записать для всех вас очень полезное видео, которое будет называться «Как прошить Android смартфон через флештул». Дело в том, что данный вопрос для нас очень важно осветить, в первую очередь, именно для наших клиентов, которые покупают у нас смартфон, и у них случаются какие-то проблемы с прошивкой телефона. Приходится в режиме чата или через StreamViewer программку решать проблему дистанционно. При этом иногда сталкиваешься с таким, что люди понятия не имеют, что такое флештул, как прошивать смартфон через эту программу, как это все делается и так далее. Данный ролик, если мы снимаем для того, чтобы можно было просто дать ссылку человеку на прошивку, чтобы он ознакомился, посмотрел все, дать ссылку на программу, на драйвера и, посмотрев этот ролик, в течение 5-10 минут решить свой вопрос в плане прошивки через флештул. Это все очень-очень просто. Ну и как бы, само собой, данный ролик предназначен для всех тех людей, которые просто не знают, что такое флештул, не знают, как это прошить свой смартфон через флештул. Я считаю, что это все после этого ролика, все будет очень доступно. Итак, хочу начать с того, что сделаю небольшое предисловие. Я не профессиональный прошивальщик, и в некоторых аспектах я могу быть неправ, и какие-то глубокие вопросы я могу даже и не знать. Я объясняю так, как это понимаю я, потому что я смартфоны, в принципе, прошиваю, прошиваю разные модели, и Lenovo, и T-Chel, и GPU, и так далее. Я снимаю этот ролик так, чтобы любой, кто его посмотрит, мог самостоятельно эту задачу выполнить, а не какими-то там профессиональными терминами, фразами и вскользь. То есть ролик получается довольно-таки не сухой, это можно так сказать. Итак, что такое прошивка? Прошивка на вашем смартфоне, это вот тот Android, которым вы пользуетесь. То есть он точно такой же, как и Windows на вашем компьютере. Быстро или не быстро он может слететь. Эта прошивка, могут быть какие-то софтовые проблемы, либо можно неудачно прошиться, и смартфон будет мертвым. Вот, в принципе, для этого нужно смартфон перепрошивать. Есть три основных способа прошить свой смартфон. Первый основной способ, это способ самый легкий, по моему мнению, это прошивка через флештул. Далее есть способ прошивки через рекавери, там немножко тяжелее это все. Ну и третий способ, это индивидуальная инструкция производителя, это нужно читать форумы. Некоторые модели смартфонов, некоторые бренды не прошиваются. Просто так нужно узнавать, уточнять, смотреть всю информацию в интернете, читать форумы. Сегодня мы с вами рассмотрим самый простой способ прошивки, это прошивка смартфона через флештул. Итак, что вам нужно для этого? Вам нужны драйвера для смартфона, вам нужна прошивка сама из интернета, я сейчас вам это все покажу, расскажу. Ну и, конечно же, вам нужна программка флештул. Это обычная программка, которая скачивается на компьютер, независимо, куда его скачивать. Очень много версий различных. Есть новый флештул, есть более старые версии. Я, в принципе, скачиваю эти все программы в одно место, и вы можете так делать. Давайте посмотрим. Во-первых, нам нужна прошивка. Прошивка для флештула, она имеет вот такой вот вид. Обязательно в прошивке должен быть вот такой вот скатер-файл. Если в прошивке среди тех файлов, которые вы скачаете в интернете, будет этот файлик, и значит, это прошивка именно под флештул. Прошивка под рекавери, она имеет немножко другой вид. Сам флештул, это тоже программа, которая скачивается. Вот у меня есть флештул пятой версии, есть третий. Я буду использовать сейчас пятой версии. В принципе, тоже мы можем открыть. Тут есть куча разных ярлычков, папок, данных. Нам нужно нажать флештул. Он запускается, и открывается у нас меню самого флештула. Очень важно выбрать правильную версию флештула. Если у вас будет неправильная версия флештула, то прошивка может просто-напросто не прошиться. Где взять правильную версию флештула? Это просто. В зависимости от того, какой смартфон вы прошиваете или хотите прошить, вот у меня в руках будем сегодня сшить Lenovo A916. Проще всего зайти на форум 4PIT PDA и посмотреть тему о прошивке той или иной модели. Там будет вся необходимая информация, будут различные инструкции, будет информация от пользователей, от людей, которые неоднократно прошивали свой смартфон. И 100% будут ссылки на версии различных флештулов, которые 100% рабочие, и уже не один десяток раз они прошивали их смартфон. И, в принципе, все было хорошо. Если же флештула как такового нет, то можно скачивать вот такую версию, как у меня, например, версия 5.1343. Но их очень много под версией, поэтому я думаю, с этим вы разберетесь. И опять же, на том же 4PIT PDA все это можно скачать. В описании под этим видео я вам загружу и версию флештула, чтобы как помощь была вам сразу. Очень важным моментом при прошивке смартфона через флештул являются драйвера. Драйвера, как правило, нужно вам будет скачать не под определенную модель, а именно под процессор. В данном случае у нас процессор MDK6592, есть процессора 802, 6572 и так далее. Есть новые процессоры 6072. Как устанавливаются драйвера? Либо вы можете скачать драйвера, которые будут устанавливаться автоматически, то есть это просто как будет, как exe-файл, вы его нажимаете и просто инсталируете стандартно, как, допустим, какую-то программу либо игру на компьютере. Либо вам нужно будет установить эти драйвера вручную. Я примерно вам покажу, с этим разберетесь сами. Я больше уделю внимание самой прошивке. В чем смысл? Как установить драйвера? Вам нужно зайти в мой компьютер, в диспетчер устройств, берете свой смартфон, вытягиваете из него для уверенности аккумулятор, чтобы смартфон был выключен, и подключаете свой смартфон в выключенном состоянии к компьютеру. Когда у вас драйвера не установлены, у вас в диспетчере устройств обнаружится какое-то устройство, у которого драйвера не установлены. То есть будет такой восклицательный знак, в принципе, который будет свидетельствовать вам о том, что нужно эти драйвера установить. Далее мы на него нажимаем, сейчас что-то у меня здесь заглючило, диспетчер устройств. Далее мы на него нажимаем, свойства, здесь будет драйвер, обновить, обновить его вручную, и задаем вручную поиск в той папке того документа, который вы скачали. Таким образом можно установить, будет драйвер на ваш смартфон. Важно это делать в выключенном смартфоне, потому что когда смартфон включен и подключен к компьютеру, это уже совсем по-другому, и для других целей все это делается. Теперь давайте разберем непосредственно процесс прошивки. Значит, смотрим. Вот так вот выглядит окошко флештула. Что вам нужно здесь знать из основного? Во-первых, вот есть такая кнопочка загрузить скаттер файл. Мы нажимаем на нее, выбираем файл прошивки Lenovo A916, где она у вас лежит, нажимаем на него, и здесь высвечивается наш скаттер файл, тот самый, который я вам говорил обратить на него внимание. Мы загружаем его в программу, нажимаем два раза, видим, что он прогрузил все необходимые файлы, здесь везде стоят галочки, и еще обращаем внимание на вот такую вот штуку. Есть настройки, в настройках есть загрузка download, и обязательно должна стоять вот эта вот галочка, она нужна для удачной прошивки в итоге. Пару слов о том, какие могут быть нюансы. Ну, во-первых, любой смартфон может прошиваться по-разному. В данном случае это Lenovo. Lenovo у нас прошиваются через вот такую кнопку, через update. Абсолютное большинство смартфонов прошивается не через update, а просто через только загрузка, только download. Я, в принципе, начну процесс прошивки, потому что процесс прошивки занимает некоторое время, и походу вам буду что-то интересное про это все рассказывать. Прошиваю я смартфоны как? В основном прошивается смартфон с вытянутым аккумулятором, просто вот так вот берете, подключаете, нажимаем здесь загрузка, подключаем USB кабель, и подключаем его к нашему смартфону. Процесс пошел, красная линия, он обнаружил, проверил драйвера, сейчас он его форматирует, потому что update делается через формат, и дальше у нас начинает просто-напросто заливаться прошивка. Теперь смартфон можно отложить, он прошивается, и теперь про нюансы. Во-первых, в основном все Lenovo, которые я в принципе прошивал, прошиваются через вот эту вот кнопочку update. Если мы поставим download, у нас могут начать вылазить различные те или иные ошибки. Могут быть ошибки, что там какой-то неправильный раздел формат, могут быть любые другие ошибки, ну то есть может вылазить ошибки, их очень много может быть. То есть когда я прошиваю Lenovo, это всегда update, и галочка datal, которая стоит у нас выше. Если прошивается смартфон GI, T-Chel, в основном это все идет через кнопку download. В основном через update они не шьются. Могут быть, у меня на ноутбуке четыре разъема под microUSB, могут быть ошибки, связанные с ошибкой порта. То есть мы можем вставить USB, вставить в смартфон кабель, нажимаем download, у нас выскакивает ошибка COM порт. В таком случае нам нужно перевставить этот USB в другие порты, и в принципе у нас пойдет загрузка прошивки более удачно. Чем полезна эта прошивка, чем она пока в принципе проста. Эта прошивка хороша тем, что мы можем наш смартфон восстановить из состояния кирпича. То есть когда мы неудачно прошились, либо когда он у нас просто не включается, либо что-то заглючило. Мы всегда можем подключить смартфон к компьютеру, главное, чтобы он был жив по железу и распознавался самим компьютером. И компьютер его определит и прошьет через флештул. То есть, но нужно учесть такой момент, что если у вас смартфон был неудачно прошит, и в попытках прошивки вы его форматировали, либо еще что-то с ним делали, будьте готовы к тому, что когда он включится у вас, на смартфоне может не быть имейев. Имей можно восстановить очень простым способом, я тоже это показывал. Разместим для вас ссылочку, чтобы вы могли это все посмотреть. И это все делается. По поводу вот этого момента, как я прошиваю свой смартфон, что сейчас он у меня идет без аккумулятора. Тоже нужно пробовать по-разному. Бывает, что нужно пробовать вот в таком вот состоянии, и он прошивается. Бывает, что нужно пробовать с аккумулятором. Бывает даже так, что нужно нажать кнопочку загрузки, вставить кабель в телефон, и только после этого вставить ему аккумулятор. Тогда он распознается флештулом, и процесс прошивки пойдет. То есть, нюансов может быть много. Нужно пробовать, нужно пробовать по-разному. Не пугайтесь, если у вас один, второй, третий раз поползла ошибка. Здесь могут быть. Очень важно, чтобы был хороший кабель. Очень важно, чтобы в процессе прошивки у вас никто нигде ничего не дернул, не завис компьютер, не перезагрузился. Чтобы с кабелем все было в порядке, чтобы не было никакого сбора. Потому что, ну, в принципе, во время флештула здесь особых проблем не будет. Просто нужно будет расшивать ваш смартфон повторно. Обязательно читайте инструкции на 4 PDA перед прошивкой. Есть различные нюансы. В инструкциях пишут, какую кнопку нажимать, в какой последовательности вставлять кабель с вытянутым, с вставленным аккумулятором. Какую прошивку, какая лучшая прошивка. В зависимости от модификации смартфона. То есть, это все очень важно. Это все не на ампун делается. Важно подобрать правильную прошивку, правильную флешту и установить драйвера. Драйвера устанавливаются в принципе на любой процессор. Ну, вот у меня стоят драйвера на компьютере. Я прошиваю без проблем и 8-ядерные смартфоны без особой подготовки, и 4-ядерные смартфоны, и любые другие. То есть, драйвера, они забиты у меня в ноутбуке, в моем рабочем. И в принципе, прошивки эти все ну, как бы на раз-два делаются. В принципе, все. Все основные моменты я вам рассказал. Ждем окончания прошивки. У нас 70%. Время прошивки может быть и 10 минут, может быть 15 минут, может быть 3 минуты. Главное, чтобы у нас в итоге появился такой зеленый кружочек на смартфоне, точнее, на экране компьютера. Это будет свидетельствовать о том, что действительно смартфон прошился, что с ним все в порядке, и его можно запускать. Нужно быть готовым к тому, что первый старт после прошивки он может быть очень долгим, может быть 2 минуты, а может быть и 5, и 10 минут. тут уже в зависимости от смартфона, в зависимости от ситуации, что со смартфоном было и так далее. то есть, как вы можете видеть, сам процесс прошивки, если у вас есть готовый файл прошивки, если у вас есть установленные драйвера, если у вас есть правильный флештуб, сам процесс прошивки он очень прост, он занимает немного времени, и сделать все своими руками, если вы наши клиенты с нашей помощью, это все очень просто, и не нужно пересылать телефон туда-обратно, дабы это все сделать. 95% практически смартфон прошился, здесь видно, что у нас прошивка идет через порт Ком-26, здесь видно, что здесь у нас процессор МТК-6592, и сейчас у нас идет проверка чек-сум. Итак, смартфон у нас прошился, вылезло вот такое вот окошко, мы нажимаем ОК, отключаем смартфон от USB, подключаем к нему аккумулятор, и просто включаем наш смартфон. Он включается, будет довольно-таки долго прогружаться, в принципе, прошивку мы можем, флешту, программку мы можем закрывать, но нам уже не нужно. Смартфон мы прошили, файлы прошивки можно удалять, и так далее. В принципе, все, смартфон загружается, проверяем ММА, проверяем работоспособность смартфона, устанавливаем русский язык, вот, в принципе, и все. Процесс прошивки через флештул, он очень простой, он самый легкий, по моему мнению, так как не нужно никаких подготовительных работ делать со смартфоном, не нужно получать рут права, не нужно прошивать рекавери, ну а про рекавери, как прошивать смартфон через рекавери, я вам расскажу в следующем видео, обязательно тоже его сниму, потому что это очень важная тема, ну и наперед скажу, для чего нужен прошивка через рекавери, ну для того, что иногда бывают такие ситуации, что смартфоны не имеют прошивки под флештул, то есть через флештул смартфон просто-напросто прошить невозможно. Вот все, вот и все, спасибо за внимание, с вами был Александр интернет-магазин Antilife.com.ua, мы заботимся о наших клиентах, мы хотим, чтобы им было удобно, быстро, и чтобы они не переживали с пересылками, не волновались за свой смартфон. На этом все, дожидаемся до конца включения смартфона, чтобы вы могли удостовериться, что прошивка у нас была успешной, и я с вами прощаюсь. смартфон включился, загружает основные меню. На этом все, всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok